Продолжение следует... Улица Ташкентская, 162А. Почти полгода из колосса около дома течет вода. Вот течет с осени у нас. Вот это. Никаких мер не принимают. Я считаю, что это не положено так. Вызывал председатель два раза водоканал. Они приехали, посмотрели и ушли. Давайте тогда ручеек тут сделаем и пойдем. Я пожилой человек, сижу дома. Вот. Ну, вызывать вызывал и два раза. И они ничего не сделали. Это еще с осени начало течь. И зиму текло. Здесь был каток. Кстати, я упала на нем. Я, вы знаете, что не знаю. Хотя я когда-то инженером была, но я не знаю. Вообще-то так не вижу, чтобы какие-то... Ну, вот идет и идет. И все. В всяком случае, это ненормально. Это надо ликвидировать. Они не прочищали, но я тоже не могу так это сам. Не прочищали, не открывали этот колодец. Как текло, так и течет. Улица Самарская, 76. В отвратительном состоянии. Подвал дома затоплен нечистотами. В подвале вот систематически вот это вот болото грязи сливается. Там открытое вот это вот, большая-то канализация. Вот. И она наполняется, открытое совершенно. Как только чуть засорилось, она засоряется оттуда же. Это все плавает там. И тряпки, и все в подвале. И вот эти обмотки от труб. Ну, и они... Куда бы мы только ни ходили. Ну, куда бы только ни ходили. Никаких мер не принимают. Ничего не делают. Они нас вообще отгоняют от себя, и все. И управление ходили, и звонили. Вы нам надоели. Ваш дом нам надоел. Как об надоел. Мы платим. Мы аккуратно платим. Я вот так вот прошла в старых сапогах. Захлестнула все. И в результате эти сапоги выпрысить пришлось. Потому что вот так вот был практически выход канализации из скалы и все прочее. И до сих пор я вот сейчас все заглядываю, как мне лыжи обратно поставить в царай. Да и пройти-то туда нельзя. И потом действительно лишнюю посуду туда всегда складывали. Все это там, скажем, от ремонта что-то осталось. Вдруг пригодится оставили там. Все залито было этими. И до сих пор. Я, между прочим, занималась, когда стали составлять договор с этой компанией. Главный пункт у нас был записан. Чистить подвал от нечисти. Деньги есть. Деньги мы платили в прошлом году. У нас накопилось больше 100 тысяч, наверное. Никакого ремонта не делали в течение года. Мы говорим, сделайте за наши деньги, которые мы платили на текущий ремонт, на содержание мест общего пользования. Денег хватает. Сделаем, сделаем, сделаем. Улица Коленина-20 пример полного бездействия коммунальных служб и администрации промышленного района. Несанкционированная свалка напротив дома растет на протяжении нескольких месяцев. В прошлом году регулярно все это убиралось. Приезжал КАМАЗ, приезжали погрузчики. Тут прибегали люди в жилетках, дворники. За этот год ни одной машины не вывезли. И вот что образовалось. Тут крысы бегают, вот такие вот. Так что вот. Обращались здесь мы в администрацию. Обращались в ЖКО. Сказали, на Ленинский субботник уберем. Наверное, до коммунизма теперь уже. А в администрации мне там пошутили, наверное. Говорят, можете ждите коммунистического субботника, значит, в апреле. Тогда убирать будем. А если, говорят, хотите, сами можете вывезти. 200 рублей за куп. А где же такие деньги? Тут таких людей-то нет. Ну вот. А что? Тут все пойдет в дом. Это все течет оттуда. Снег пойдет и все в дом будет. Да, ну и сейчас видно, что в дом уже все. Сейчас вот только тепле немножко стоит. Сейчас пока снег. Тут такой будет аромат. Такой будет, что ой-ой-ой. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok